В эфире выпуск международных новостей в студии Жанна Маймилова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Главы враждовавших 20 лет Эфиопии и Эритреи официально подписали мирное соглашение. Германия и Австрия договорились предпринять совместные усилия по борьбе с незаконной миграцией в Европу, забыв про разногласия. В Сочи прошли очередные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Турцией Реджепом Таипом Эрдоганом. Эфиопия и Эритреи Эфиопия и Эритреи заявили, что готовы сотрудничать в разных сферах, в том числе экономической и социальной. При этом Эфиопия получит доступ к портам Красного моря. Германия и Австрия договорились предпринять совместные усилия по борьбе с незаконной миграцией в Европу, забыв про разногласия. Об этом заявили канцлер ФРГ Ангела Меркель и ее австрийский коллега Себастьян Курц. Передает Евроньюз. Их страны заявили о договоренности с рядом африканских государств, о снижении миграционных потоков и поприветствовали план главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о более тщательной охране границ Евросоюза и увеличении штата пограничной службы Фронтекс до 10 тысяч сотрудников. Еврокомиссия также рассчитывает заключить с Африкой масштабное соглашение о свободной торговле. В Брюсселе считают, что торговая сделка поможет бороться с факторами, подталкивающими африканцев к эмиграции, а именно с бедностью и безработицей. Вена и Берлин также разделяют общую позицию относительно необходимости избежать жесткого варианта Брексита. Как ожидается, обе эти темы будут включены в повестку неформального саммита Евросоюза на следующей неделе. В Сочи прошли очередные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Турцией Раджепом Таипом Эрдоганом, пишет Регном. И на сей раз главная тема переговоров в Сочи была заявлена изначально. Ситуация в Сирии в целом и в частности в Идлибе. Шла речь и о дальнейшем развитии торгово-экономических и других отношений между двумя государствами. Причем увязка этих двух тем носила не случайный характер, поскольку стороны не скрывали, что дорожат уровнем достигнутых отношений в сфере экономики и намерены их дальше развивать. Анкара вместе с Москвой сохраняют пространство для политико-дипломатических маневров не только на ближневосточном направлении. Однако сейчас главное воплотить достигнутые в Сочи договоренности в жизнь. До 2024 года государство выделит на поддержку волонтерства почти 7 миллиардов рублей в рамках проекта «Социальная активность». По словам главы Росмолодежи Александра Бугаева, это социальный проект, ответственным исполнителем которого будет Росмолодежь, а куратором Роспатриотцентр. В рамках проекта пройдут конкурсы на развитие инфраструктуры в поддержку добровольчества и волонтерства, в том числе в сфере безопасности жизнедеятельности, сообщает РИА Новости. Для нас это еще раз возможность политически закрепить те результаты, которые, я надеюсь, мы все точно достигнем по завершению года добровольца и волонтера в нашей стране. Это возможность нашу работу каким-то образом предвидеть и проектировать в ближайший период времени, заключил Бугаев. Костел во французском городке Лангви выставили на продажу. Причина – нехватка прихожан и большие траты на содержание храма, сообщает портал Инвиктори. Руководство местной епархии предполагает, что в костеле, скорее всего, откроют отель. Говорят, содержать и ремонтировать здания очень дорого, а на службу в костел ходят от силы несколько десятков человек. Храм, построенный в неароманском стиле, продается за 190 тысяч евро. Это уже не первый такой случай во Франции. Три года назад другой костел в Лотаринге приобрела французская модная дизайнер Леонора Шерер и собиралась открыть в костеле музыкальную студию, где будут звучать траурные мелодии. Патриарх Грузии Илья II призывает правительство с большей ответственностью подойти к планам возможной культивации и легализации потребления марихуаны, передает Интерфакс. Я считаю, правительство должно взять на себя полную ответственность и контролировать положение. Мы должны помнить, что это крайне опасно, так как наркоманы из других стран приедут в Грузию и будут пользоваться этой свободой. Так наркомания еще больше распространится в нашей стране, заявил он в воскресной проповеди в Тбилиси. Патриарх отметил, что все мерить экономическим доходом нельзя. Зачем нам такая экономика, если мы потеряем наших детей? Около 30 компаний Северной Ирландии за ее пределами подписали письмо, в котором призывают эту британскую провинцию признать на своей территории однополые браки, пишет Благовость.Инфо. В письме, инициатором которого является Amnesty International UK, говорится о том, что переопределение понятия супругов является экономической необходимостью. Для создания эффективной и конкурентоспособной экономики, а также успешного будущего Северной Ирландии, необходимо разнообразное, открытое и всеобъемлющее общество, говорится в письме. Равенство создает среду творчества и совершенства, где наши ЛГБТ-работники могут реализовывать себя на рабочих местах и где их отношения будут уважать. Среди подписантов письма компании Allstate, Bank of Ireland, City, Coca-Cola, IBM и другие. В то время как Великобритания и Республика Ирландия признают однополые браки, Северная Ирландия остается единственной провинцией, которая их не признает, а также не узаконивает аборты. 15 сентября в Санкт-Петербурге состоялось открытие творческого центра «Элита». Центр создала творческая молодежь, кого объединила мечта не просто жить, но действовать, быть полезными обществу и служить своими талантами. Центр открыт для всех жителей города и туристов, которых могут заинтересовать предоставляемые услуги. На сцене выступали ребята, которые открыли свое дело. Организаторы поставили перед собой цель служить обществу через свои таланты и тем самым нести принципы царства. Божьего и проповедовать Евангелие. На этом у меня все. Смотрите больше новостей на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова